Трудно поверить, но несколько десятков лет назад борщевик был редко встречающимся растением. Сегодня же ядовитый сорняк буквально атакует поймы рек, пустыри и прилегающие к дорогам территории. Официальное название этого растения, данное ему в честь героя древнегреческих мифов, Хераклиум. Нарекли ядовитый сорняк в честь Геракла не случайно. Она чрезвычайно живучая, мощная и порой достигает невероятной высоты. Только с характером не угадали. Борщевик скорее антигерой, нежели благодетель. К тому же, очень опасный для человека. На самом деле, треклятые растения, как часто его называют, абсолютно не виноваты в том, что заполонило города и села. Сказать, что борщевик Сосновского – это незваный гость, значит соврать. В сороковые годы прошлого столетия ученые решили распространить этот вид и внедрить его как силостную культуру. Ну, действительно, растения мощные, с огромными зелеными листьями, казалось бы, дают прекрасную силостную массу. Но когда начали кормить наш рогатый скот, этим силосом оказалось, что молоко горькое. По словам Надежды Зеленской, ученые не учли того, что растение, попав в чужеродную среду, станет более агрессивным и жизнеспособным. Так и превратился борщевик Сосновского из кормовой культуры для крупнорогатого скота в настоящее бедствие для человека. Они занимают экологическую нишу. И, по-видимому, каких-то антагонистов и врагов у этого растения здесь прямых не встречено, которые бы сужали его популяцию. И он широко разрастается. Но стоит понимать, что далеко не все виды этого растения приносят людям вред. Те, что существуют на нашей территории издревле, даже обладают целебными свойствами и употребляются в пищу. А вот борщевик Сосновского не то что есть, трогать опасно. Этот вид считается наиболее ядовитым в нашей местности. Все дело в особом пигменте, который он содержит. Сок борщевика, попадая на кожу, изначально не приносит никакого дискомфорта. Лишь после малейшего контакта с солнечным светом проявляется сильнейший ожог. Отмечены также случаи потери зрения детьми, которые играли с полыми стеблями, как с подзорными трубами. Вообще любые многолетние корневищные виды, самые лучшие борьбы с ними – это ежегодное планомерное скашивание. Потом корень истощается и растение гибнет, собственно говоря. Данного метода и придерживаются сотрудники пущинского благоустройства. Скашивается борщевик в нашем городе довольно часто – за год около 10 раз. Выполняют данную работу систематически, внимательно уничтожая все, в том числе и самые маленькие ростки. Помимо этого, выкорчевываются единичные побеги опасного сорняка. Когда борщевик вырастает, начинает зацветать, чтобы окосить, чтобы он не осеменился. То есть до цветения стараемся его окосить полностью. Но, по словам Оксаны Александровны, искоренить борщевик методом окоса пока не удается. Живучий сорняк вырастает на одном и том же месте снова и снова. Выявляются места, где произрастает борщевик. В больших объемах у нас в городе, внутри города три места. Это напротив фонтана в зеленой зоне, это парк Победы и территория за Г-8-10. Несмотря на то, что борьба по удалению борщевика с улиц города не прекращается, пущинцам все-таки стоит быть на чеку. Коварный ядовитый сорняк беспощаден как к взрослым, так и к детям. Стоит помнить, что безобидная прогулка в плантациях борщевика может закончиться настоящей трагедией. Пробираясь по тропинке сквозь густую поросль, обращайте внимание на то, каким растением вы прикасаетесь, особенно отводите от лица. Не забывайте говорить детям об опасности борщевика. Если же вы решитесь самостоятельно избавиться от надоедливого гостя, позаботьтесь о спецодежде. Анна Зарубина, Андрей Михалин, Александр Сущенко, Тимофей Акимов, ТВС, Пущино.